Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, советуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры в разных форматах. В форматах технических, в форматах сравнительных и даже тест-драйвы. Все это поможет вам в конечном счете определиться с выбором автомобиля. Герой нашего сегодняшнего обзора это полноразмерный кроссовер культового концерна Toyota. Эта машина крайне популярна и любима на территории нашей страны, восточнее Уральских гор, поскольку сегодня речь пойдет именно о праворульном исполнении. Жителям европейской части страны он более известен как Highlander первого поколения. Но сегодня у нас Toyota Kluir V праворульный. Встречайте! Toyota Kluir V появился в 2000 году. Машина простояла на конвейере в течение 7 лет. Производство прекратили в 2007-м. В 2003-м автомобиль подвергли рестайлингу, в ходе которого слегка освежили внешность, а также добавили гибридную версию. Изначально эти машины можно было купить в Японии с двигателями объемом 2,4 и 3 литра на 160 и 220 лошадиных сил соответственно. Коробки передач только автоматический привод передний либо полный. У гибридной версии под капотом стоял бензиновый двигатель V6 объемом 3,3 на 211 лошадей. Такая машина повторяет по конструкции силовой установки Lexus RX 400H второго поколения. Однако, в отличие от Toyota Harrier, праворульного исполнения Lexus RX поколений у Kluiger насчитывается всего одно единственное. В 2003-м году вместе с обновлением производитель предложил также версию Kluiger L, которая имела уже 3 ряда сидений и была рассчитана на 7 пассажиров. Но в нашем случае это передний привод 2,4, 160 лошадиных сил, 2002 год и 320 тысяч родного пробега. Габаритные размеры этого немаленького автомобиля. Длина 4,68 м, ширина 1,82 м, а высота 1,68 м. Колесная база кроссовера 2,71 м, что соответствует показателю седанов бизнес-класса. Радиус разворота здесь немаленький – 5,6 м. Снаряженная масса этого паркетника 1550 кг, а максимально разрешенная полная масса 1825 кг. Что касается толщины лакокрасочного покрытия у автомобилей этих годов, оно, как правило, толще, чем у более современных машин. Так, для тех элементов, которых, кстати, на этом автомобиле большинство, и которые находятся в заводском окрасе, разброс показаний толщиномера лежит в диапазоне от 93 до где-то 120-140 микрон. И это больше, чем у современных автомобилей. Что касается коррозионной стойкости кузовов этих автомобилей, пока они были молодыми, ну или хотя бы относительно новыми, вопросов по этой части не возникало. С годами делайте поправку на возраст и огромные пробеги. Но, как правило, к чести этих кузовов будет сказано, львиная доля проблем тут появляется в районе задних арок. И то по причине того, что хронически не промываются от бортовки, за которыми собирается большое количество грязи и пыли, и потом все это намокает, и, что называется, преет внутри. Соответственно, коррозия возникает с внутренней части и выпирает наружу, когда уже слишком поздно что-то предпринимать. Также осматривайте внимательно зону порогов и усилителя бампера. Как правило, большая часть коррозионных проявлений на этих машинах появляется снизу. Правда, сквозные дыры в полу для Клюгера и Хайлендера этого поколения все же редкость. По традиции обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения. Тем более, что такой полноразмерный кроссовер, как правило, это единственный автомобиль в семье, на который в полной мере ложатся все хозяйственные функции. Багажник у Клюгер Ви на самом деле огромный, даже чисто визуально. Ширина багажного проема в данном случае по его средней части метр двадцать. Высота от фальшпола до крыши порядка восьмидесяти пяти сантиметров. Ширина багажника в более широкой задней части метр сорок, а между колесными арками девяносто девять сантиметров. Длина багажного отделения по полу при поднятых спинках заднего сидения сто сантиметров. Если же этого вам мало и вам надо совершить, например, квартирный переезд или увезти что-то очень габаритное, вы можете сложить спинки сидения. Правда, делать это из багажника будет не очень удобно, особенно если автомобиль грязной штаны вы здесь гарантированно оботрете. Когда они будут сложены, длина до спинок передних сидений увеличится до метр девяносто сантиметров. Ну а максимально длинный груз, который вы можете протолкнуть здесь между кресел и достать им до передней панели, это два метра шестьдесят два шестьдесят два, что очень даже немало. Фактически это один из немногих кроссоверов, чья трансформация салона вкупе с габаритными размерами в плане длины реально позволяет разместиться здесь на ночлег двум взрослым людям роста порядка метр восемьдесят метр девяносто. Что касается каких-то дополнительных фишек по багажному отделению, здесь можно отметить разве что потолочный плафон и 12-ти вольтовую розетку на левой панели багажника. Также здесь у нас есть небольшой кармашек по правой стороне наподобие ниши, есть панели, закрывающие доступ к лампочкам задних фонарей. Кстати говоря, это очень интересное решение, которое позволяет без заморочек заменить перегоревшие лампы. Ну а под фальшполом у нас есть дополнительная отформованная пластиковая емкость, где размещается аптечка и набор штатного инструмента, вороток и баллонник. Ну а на следующем этаже подполья у нас докатка и штатный домкрат. И еще одна маленькая любопытная деталь по багажнику Клюгера. Это машина из тех времен, когда автопроизводитель, видимо, всерьез задумывался о комфорте своих покупателей. В данном случае вы можете позволить себе закрыть крышку багажника этого сала и оставить руки чистыми. Что касается салона Тойоты Клюгер Ви, попадая сюда, успеваешь испытать целый приступ ностальгии. Мне, как человеку, который 7 лет жизни провел в салоне Тойоты Чайзер в сотом кузове, все здесь как-то привычно. Самое интересное, что при этом интерьер не выглядит каким-то особо устаревшим, если, конечно, не считать наличие здесь кассетной деки и напоминающего ламповый телевизор-монитора, на который, правда, выводится картинка с камеры заднего вида. Так что с функционалом все в полном порядке. Если на некоторых современных автомобилях, глядя на панель приборов и на ее текстуру и качество материалов, имеется в виду визуально сложно предположить, что она может быть мягкой, то у Тойоты Клюгер ситуация обратная. Кажущаяся очень дорогой и мягкой на вид панель приборов на самом деле довольно-таки жесткая. Это касается как самой панели приборов, так и, например, элементов дверных карт. Но по большей части дверные карты здесь отделаны тканевым материалом. Да, и соприкасаться с этой частью приборки вам также вряд ли придется. Зато визуально все выглядит крайне симпатично. И, что немаловажно, на пробеге в 320 тысяч километров в салоне этого автомобиля нет вопросов по состоянию пластика. Разве что на некоторых кнопках мы наблюдаем под вытертые символы. По части посадки за рулем в этой машине при росте 1,86 метра мне удалось довольно быстро подобрать удобную для себя посадку. Водительское сидение имеет довольно большой диапазон продольной регулировки. Если отодвинуться до упора назад, то моя левая нога практически выпрямляется в колени. А это, на секундочку, все-таки вертикальная посадка, близкая к джиповской. Рулевая колонка в данном случае тоже имеет регулировку, причем она подпружинена. При отпускании стопора руль старается уехать наверх, а не свалиться вам на колени, как на многих нынешних автомобилях. Правда, регулировки по вылету у него, увы, нет. В плане кнопок здесь все предельно просто и функционально. Блок стеклоподъемников на водительской двери, регулировка боковых зеркал. На рулевом колесе из дополнительных клавиш у нас только кнопки смены передач. С тыльной стороны находятся кнопки, отвечающие за переключение вверх, а на лицевой за переключение вниз, соответственно. Причем работать здесь можно как левой, так и правой рукой тоже. На самой центральной консоли, помимо кнопки аварийной сигнализации, часов и сигнализации о непристегнутом пассажирском ремне, располагается разве что панель управления мультимедийной системой, в данном случае с телевизором, CD-проигрывателем и кассетной декой, и простой блок управления климатикой. В данном случае климат автоматический, но однозонный. Регулировка температуры и оборотов вентилятора осуществляются удобными поворотными ручками. Есть авторежим, а смена режимов обдува при помощи клавиши, которая циклично пролистывает разные варианты. На том месте, где на леворульных хайлендерах бывает располагаются клавиши управления подогревом сидений, в данном случае у нас две заглушки. Это японец на тканевом салоне, и в те годы подогрев сидений был крайне редкой опцией. Два гнезда, одно из которых прикуриватель, второй 12-вольтовая розетка, кнопка управления режимами трансмиссии, вернее, включением зимнего режима, да сам селектор. Вполне привычный с кнопкой разблокировки и клавишей выключения овердрайва. Коробка передач в нашем случае четырехступенчатая, поскольку здесь стоит 2,4 мотор-пятиступки, пошли на хайлендерах только после 2003 года и только в сочетании с двигателем объемом 3 литра. Что касается бардачков, подстаканников и разного рода полочек для хранения. В центральном боксе у этого автомобиля достаточно глубокий ящик, куда можно сложить очень много всего. Бокс имеет крышку из двух половинок, и механизм до сих пор прекрасно функционирует, хотя автомобиль 2002 года выпуска. По центру панели также есть карман, куда, кстати, можно положить даже современный смартфон с большой диагональю. Здесь присутствует небольшой отсек, напоминающий пепельницу, куда замечательно вмещается, например, противоугонная метка. Основной бардачок достаточно вместительный. Сюда войдет не только пачка документов формата А4, но и что-то более солидное. На потолке у нас присутствует очечник и, пожалуй, все. Вы, наверное, заметили, что до сих пор ни слова не было сказано о подстаканниках, в связи с тем, что здесь их банально нет. Даже карманы в дверях плоской формы и никак не подходят для того, чтобы поставить туда какие-либо напитки в бутылочках, либо в стаканах. Максимум, что вы можете здесь сделать, это разместить большой стакан с кофе в центральном боксе. Что касается обзорности, вопросов в этом автомобиле к ней нет. Линия остекления низкая, касается это и остекления спереди тоже. Сама панель не перегораживает обзор. Капот здесь, видимо, это касается и переднего края, и боковин. Есть дополнительное зеркало по японской моде, в которое вы можете контролировать положение левого переднего колеса. И боковые зеркала, большие по площади, хотя и не имеющие закруглений по краям. Но, тем не менее, пользоваться ими удобно, и они информативные. Ну, а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается пространства на заднем ряду Toyota Kluger, то в данном случае, конечно, места здесь много. Сказывается довольно длинная база, абсолютно плоский пол, без всяких признаков тоннеля. И столь же плоское сидение по части подушки. Так что, вкуп из большой ширины салона, три человека здесь разместятся, причем с достаточным комфортом. Если спереди подстаканников, как таковых, не было, то для задних пассажиров полагается целых четыре штуки. По два на каждой дверной карте. Здесь же клавиша стеклоподъемника и отделанный тканью подлокотник. Дополнительный подлокотник у нас открывается из средней части. Он сплошной, никаких подстаканников и кармашков в нем нет, но при этом удобный. И, кстати, спинка заднего сидения здесь имеет регулировку по наклону. И вот это далеко не самое заваленное назад положение. Можно откинуться и сильнее. Примерно так. В таком варианте вполне возможно даже вздремнуть. Где-то на длинном перегоне. Кстати, место для коленей при моем росте 1,86 м и посадке сам за собой. Здесь предостаточно. Я не касаюсь коленями спинки переднего сидения. Ну а пространство над головой, даже при более вертикальном положении сидения, также более чем. Из дополнительных удобств для задних пассажиров можно отметить разве что наличие пепельницы. Причем с пластиной для гашения сигарет. И, в принципе, все. Что касается силовых установок Toyota Kluger, под капотом этих автомобилей в большинстве в своем располагаются либо рядная четверка объемом 2,4 литра, либо V6 на 3 литра рабочего объема. Четырехцилиндровый двигатель в огромном подкапотном пространстве этого автомобиля словно теряется. Это 2AZFE. Мотор, появившийся еще в 2000 году. Это алюминиевый блок, четыре цилиндра в ряд, два верхних распредвала, есть фазовращатель на впуске, привод ГРМ здесь цепной. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, электронно-дроссельная заслонка. Но, по большому счету, более ничего особенного здесь нет. Самый обычный распределенный впрыск топлива, гидрокомпенсаторы, кстати, отсутствуют. Принцип регулировки подбор толкать. Ну, а пробег, при котором необходимость выполнения этой процедуры может наступить, превышает 100 тысяч километров. Плюсом этого мотора стоит отнести его всеядность. Он спокойно переваривает 92-й. И, кстати, устанавливался этот двигатель на очень большое количество моделей. Это и микроавтобусы Альфар для японского рынка, и купе типа Камри Солара. Этот же двигатель в модернизированном виде встречался под капотом Камри 40. Этот же мотор ставили в РАВ-4 и много-много куда, вплоть до таких автомобилей для американского рынка, как Pontiac Vibe. Собственно, ключевой претензией к такому двигателю у многих владельцев автомобилей с большими пробегами будет расход масла на угар, который на два ZFE может доходить до довольно-таки больших цифр, порядка литра на тысячу, что, конечно, уже не является никакой нормой и говорит о необходимости произвести мини-капиталку, хотя бы в виде замены колец и маслосъемных колпачков, которые, кстати, здесь любят залегать вследствие длительного перегрева. Также на этих двигателях не является бесконечно ресурсной цепь ГРМ. В некоторых случаях ее приходилось менять еще на пробегах до двух сотен, причем вместе с фазовращателем, который начинал скрежетать при запуске на холодную. Ну и заключительная, пожалуй, довольно серьезная беда по данным двигателям, правда, касается она только моторов, выпущенных до 2006 года, это недостаточная длина резьбы на шпильках крепления головки блока цилиндров к самому блоку. В некоторых неблагоприятных случаях шпильки вытягивало, и между головкой блока цилиндров и самым блоком появлялся зазор, что приводило к утечке антифриза и к появлению масляных течей по стыку блока и головы. Так что при осмотре автомобилей с таким мотором старых лет выпуска обязательно проконтролируйте, чтобы по этому месту не было явных следов течи масла. Проще всего сделать это, осматривая автомобиль снизу на подъемнике. Если вы купили подобный двигатель в хорошем состоянии, не забывайте поддерживать в чистоте основные радиаторы охлаждения и менять помпу, когда это понадобится. Ее ресурс на этих моторах не слишком огромен, она выхаживает порядка 50-60 тысяч километров, потом может потребоваться замена. В целом же ресурс этого двигателя до капремонта где-то около 350, чуть больше тысяч километров пробега. С точки зрения благополучности по поршневой группе гораздо выгоднее смотрится один МЗ-ФЕ. Это уже V-образная шестерка на 220 лошадиных сил и 328 ньютонометров крутящего момента. МЗ это двигатель старой конструкторской школы, у которого еще не встречаются поршни-таблетки с короткой юбкой, ухудшающий теплоотвод, где применены еще нормальные поршневые кольца, которые не залегают по любому поводу, и где механизм ГРМ выполнен хоть и с помощью приводного ремня, но при этом распредвалы все еще сопрягаются друг с другом через шестерни. Распредвалов на моторе, естественно, будет 4 по 2 на каждую голову. В целом один МЗ это гораздо более выносливый и надежный двигатель, чем сменивший его на более свежих моделях 2G RFE, а также в конфигурации V6 объемом 3,5 литра. Но с поправкой на возраст и большие пробеги основной претензией к МЗ все же будет тот самый масложор. Так что при осмотре подержанного автомобиля не лишне будет уточнить, выполнялся ли капитальный ремонт подобного ДВС, если да, то как давно. Поскольку стоимость контрактных агрегатов на вторичном рынке на данный момент достаточно высокая, да и найти подобный старый двигатель уже становится проблемой. Кстати, гидроконпенсаторов зазоров клапанов на МЗ также нет, и плюс не отличаются повышенной живучестью на данных двигателях датчики детонации, но это уже, можно сказать, мелочи. Что касается коробок передач, которые были на этих автомобилях сугубо автоматическими, на дорестайлинговых Highlander всех без исключения, и на рестайлах с моторами 2.4 устанавливалась трансмиссия серии U140. Это четырехступенчатая старая коробка, которая также встречалась на таких автомобилях, как Toyota RAV4, Lexus RX300, Toyota Harrier, то есть праворульная его разновидность, Toyota Caldino и многих-многих других. На моторах объемом 1.8-2 литра эта коробка чувствует себя достаточно хорошо и работает очень долго. С 2.4 в принципе ситуация плюс-минус похожая, пока речь не идет об огромных пробегах. А вот с трехлитровыми моторами с большим крутящим моментом эта трансмиссия уживается, скажем так, не очень хорошо. И очень большое количество подобных коробок отправлялось в ремонт у владельцев таких автомобилей на пробегах до 200 тысяч километров. У нее достаточно слабая планетарка, плюс были проблемы по самой задней крышке КПП. Ну и вопросы по течам сальника маслонасоса, которые в конечном итоге, будучи запущенными, приводили и к замене самого насоса в коробке в целом. Естественно, вопросы по разрушению нутрянки КПП в основном касались любителей очень активно ездить, поскольку трехлитровый мотор с хорошим крутящим моментом к этому подстегивает. Так что если Хайлендером управлял аккуратный владелец, который не злоупотреблял разгонами газ в пол с каждого светофора, вполне вероятно, что просто меняя масло регулярно раз в 60-70 тысяч километров, вы будете пользоваться этой коробкой достаточно продолжительное время. Пятиступенчатая трансмиссия серии U250, которая появилась на машинах после рестайлинга с моторами 3 литра, уже в этом плане поблагополучнее. Проблем с ней не так много, да и живет она побольше, порядка 300 тысяч километров. Но рекомендация по замене масла остается все та же. Крайне желательно интервал сократить с предписанных 85 до отметки где-то около 60 тысяч километров. Ну а перед тем, как посмотреть на Toyota Kluver снизу с подъемника, давайте пробежимся по дорожному просвету. По каталогу клиренс этой модели 180 миллиметров вооружимся рулеткой и проверим, так ли оно на самом деле. И да, на самом деле соответствует расстояние от асфальта до переднего подрамника ровно 180 миллиметров. При этом расстояние до пластика под передним бампером порядка 22, ну а сам бампер находится гораздо выше, поэтому речь здесь идет не только о безопасной парковке к поребрикам, а о парковке даже к очень высокому препятствию. Ну и соответственно о хорошем угле въезда. Расстояние до отбортовки порога за передним колесом 25 сантиметров, в задней части 26, ну а до заднего брызговика 28 сантиметров. Задний бампер естественно висит еще выше, но из низких точек у этого автомобиля, висящий в базе глушитель, топливный бак, который находится сантиметров на 4-5 ниже, чем край отбортовки порога, и собственно конечная банка глушителя, которой также можно зацепиться, правда не в городе и не к поребрику. Ну а теперь про ходовую часть Toyota Kluver. Передняя подвеска у этого автомобиля выполнена по схеме Мактерса, но с поправкой на габариты и массу этой машины здесь все выполнено очень даже основательно. Тут и довольно толстого сечения стабилизатор поперечной устойчивости, кстати, с хорошим доступом к креплениям для замены втулок. Здесь болтовое соединение нижней шаровой опоры с рычагом, которое меняется отдельно, как это и собственно должно по идее быть. Здесь обычная гидравлическая классическая рулевая рейка, поэтому при осмотре подобного автомобиля рейку на стук с поправкой на большие пробеги проверять обязательно. Ну а насос гидроусилителя и магистрали подачи рабочей жидкости в рейку смотрите на предмет отсутствия течи. На этом автомобиле по данной части все в полном порядке. Кстати, глядя на этот 21-летний автомобиль на подъемнике, хотелось бы высказать некоторое удивление той кондиции, в которой пребывает само днище автомобиля. Здесь нет никаких практически следов коррозии. На самом металле днища, я имею ввиду компоненты подвески, понятно, не в счет за столько времени, они, естественно, слегка утратили свой товарный вид, правда, не в ущерб функциональности. Даже пороги не сказать, что особо пострадали. Да, есть налет, но никаких сквозных дырок до сих пор не появилось. И это при том, что с завода Toyota Kluger не имеет никакой антикоррозионной обработки, кроме герметика, который наносится на соединительные швы кузова. Весьма достойный показатель. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, объем его 75 литров и бак металлический. Соответственно, обращайте внимание на отсутствие коррозии на нем. В данном случае налет есть, но бак не прогнивший. Он полностью герметичен и налет больше поверхностный. Как и на большинстве старых автомобилей, заливная горловина бака здесь, кстати говоря, металлическая. И вот ее на 22-м году жизни машины пора бы было обработать. В данном случае автомобиль у нас переднеприводный, соответственно, никакого кардана заднего редуктора нет. Но, тем не менее, задняя подвеска у нас имеет многорычажную схему. Рычагов здесь по три на каждую сторону. Один длинный продольный рычаг и по два поперечных. Задние тормоза, естественно, дисковые. И все это дело, несмотря на не особо эстетичный внешний вид, сказывается возраст и отсутствие дополнительной обработки. Тем не менее, вполне исправно. Владелец этой машины ответственно подходил к вопросу ее обслуживания и своевременно менял сайлинг-блоки. Задний стабилизатор поперечной устойчивости куда тоньше переднего, напоминает таковой на легковых машинах. И с большой долей вероятности, именно он и будет наиболее частым источником необходимости замены компонентов, стоек и втулок. По части антикоррозийной обработки в задней части кузова с завода также практически ничего нет, кроме герметика, который закрывает соединительные швы. И удивительно видеть на таком пожилом автомобиле родной пенопласт за усилителем бампера. Таким мы увидели сегодня автомобиль Toyota Kluger V 2002 года выпуска с передним приводом, двигателем объемом 2.4, автоматической коробкой передач и пробегом 320 тысяч километров. Если у вас был или есть до сих пор подобный автомобиль, на котором вы проехали еще больше и вам есть в чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно пропишите все это в комментариях. Людям, которые до сих пор находятся в поисках подобной модели, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Если обзор оказался полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну а сейчас спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.